всем привет добро пожаловать в мою оранжерею но мы сегодня с директрисой покажем вам нашу оранжерею и покажу и расскажу как я ухаживаю за драценами ну так мельком покажу потому что я снимаю обзоры уже видите что какие у меня большие стали растения но начнем с драцены компакта она была у меня очень-очень маленькой вот сейчас ей лет восемь я говорю что я покупала и она прямо маленькая и маленькая была растет она очень медленно и у меня в том году она выпустила посмотрите сколько деток но я как бы люблю когда знаете такие большие растения и пышные поэтому я не так оставила пересадила только ее в другой горшочек и все но здесь конечно света не хватает она вот стоит здесь попадает как бы свет на нее поэтому некоторые листочки у нее вот такие вот имеют желтое такое вот ну не знаю как бы вроде убираю подрезаю и опрыскиваю но все же это неприродное условие так она смотрится хорошо пушистая вот моя драцена еще и тоже уже лет очень много но больше 20 это точно это получается у меня сейчас я покажу вот большую драцену а это как бы считается маленькая у меня драценка они просто росли когда я их покупала в одном горшочке такие стояли две драценки небольших я их потом рассадила это вот одна из них которая была поменьше она стоит вот здесь у меня у полочки вот я заметила что такой прям яркий свет и мне нужен они любят такой рассеянный конечно любят чтобы попадала либо западная солнышко либо восток ну такие стороны не юг потому что если домашних условиях южная сторона она конечно будет знаете такая обвисшая и когда жарко становится не хватает свежего воздуха да еще и на солнце на такие листья опускает теперь пойдемте я вам покажу большую драцену нам не стоит здесь такой коридорчик и я ее сюда поставила у нее конечно уже была сломанная макушка но это пошло ей на пользу потому что когда драцену обрезаешь она дает побеги боковые то есть она пушится и стрижка в принципе иногда нужно драцене у меня есть кстати видео на канале обрезка драцена если кому-то интересно можете зайти и посмотреть и я вам она очень легко укореняется вот воду прям поставить и она прям быстро дает корешочки угол украсила конечно в таком керамическом эти горшочки она стоит такая красоточка здесь вот из ванны с окна ей свет падает и вот такая вот еще у меня красотка такая вся пушистая она знаете она очень большая и у нее вот они видимо тоже сорта разные потому что вот которые до этого показывала они более такие знаете вот висят листочки да как будто бы а у этой смотрите ее просто шариком все торчат тоже драцена старая очень красотка тоже стоит в коридоре здесь у меня светильник но обычная вот лампа лампа горит и ей хватает то есть и листочки хорошие видите какие у них кстати вот у всех и стволики уже такие и полила просто недавно поэтому влажный грунт поливаю я их не часто по мере пересыхания то есть это может быть и раз в неделю а может быть и пореже так вот заходишь до в коридорчик и здесь такие драценки красивые и вот такая вот у меня еще драцена есть она кстати вообще хорошо растет довольно таки быстро она была маленькая и сейчас такая уже большенькая стала у нее такие нарядные листочки она просто красотка когда будет вообще деревца то будет очень эффектно смотреться в комнате украшать собой такая пушистенькая здесь среди растений и не понять и это драцене конечно нужно больше света и чтобы даже солнышко такое попадало ну не жгучее такое и она у меня здесь под лампами досвечивается чтоб у нее листья были такие красивые вообще растения которые варигатные они требуют более больше освещения чем нежели зеленые грунт я использую универсальный и добавляю туда разрыхлители то есть перлит вермикулит древесный уголь люблю тоже добавлять как бы ничего такого особенного я уже говорила что я их время от времени опрыскиваю потому что они у меня уже большие и в душ их носить это конечно неудобно и сейчас еще покажу укорененную веточку маленько отвлекусь зашла в маленькую комнатку где у меня стоит драценка маленькая а здесь две кстати стоит у меня и посмотрите не могла вам не показать бугенвилия конечно вообще красотка такие знаете яркие пятна вообще шикарно очень и это зимнее цветение в декабре так цвести это конечно вообще так как солнце сейчас у нас по крайней мере в дом не попадает спасаюсь только лампами вот драценка вот после обрезки вот если бы я хватило освещения смотрите она дала две почки но одна стала развиваться а вторая нет то вот тоже с черенка она довольно таки вообще хорошо растет красота и бодраценка маленькая еще стоит там по моему вообще несколько в один горшочек посадила вот они растут и здесь опять красотка бугенвилия куда же куда же без нее никуда здесь тоже мельком покажу свою глабру у нее такие бледные цветочки но все равно здесь вот они уже отцвел все равно приятно покажу что у нас творится на улице посмотрите какие красивые сказочные елки столько снега навалило вообще лапистые такие идешь по дорожке у тебя такие ветки прям как сказки перед новым годом то вообще красота но вот такую информацию мы вам подготовили с директрисой пишите комментарии ставьте лайки увидимся в следующем видео пока пока